Итак, Господь Рама, это аватара, и Он учит одной важной вещи, приходит для того, чтобы показать, какое великое благо, когда человек следует правилам, как здорово, когда человек следует правилам, он показывает пример идеального человека. И своими деяниями он показывает, что благодаря этим следованию Дхарме человек может победить своего врага, который не дает ему спокоя. И какой враг у Господа Рамы? С каким врагом он борется? Ну, вернее так, правильно, Равана. То есть это не враг Рамы, это Равана, враг Рамы. Равана против Рамы. Единственный способ справиться с вожделением, говорит нам Бхагавадгита, и об этом говорит Рамайна, это правило, правило. Но для этого нас кто-то должен показать пример, что правило приносит счастье. И Господь Рамачандра показал идеальный пример, как здорово жить, когда ты следуешь Дхарме. Он совершенно не думал о себе, Рама не думал о себе. Когда отец ему сказал о том, что завтра я тебя короную, он, знаете, так вот, хорошо, папа, как скажешь, коронуешь, так коронуешь. Знаете, зашел домой, сказал своей жене Сити, что, знаешь, вот ты подготовься, завтра у нас церемония, ну, как-то вот красивая саре, тут надо прическу. Ну, понимаете, для женщины, да? Она, конечно же. И на следующее утро выясняется, что планы поменялись. Что не коронация, а изгнание на 14 лет. Он зашел, говорит, знаешь, Сита, у нас поменялись планы. Ну, иногда муж заходит, говорит, планы поменялись. Мы не поедем, у нас не будет коронации, ты остаешься дома, а я ухожу на 14 лет в изгнании. Представляете, да? Да, мы смотрели, да. И он одинаково принял. То есть для него следование дхармии, то есть мой старший отец, да, мой учитель, он хочет это сделать, я сделаю это. Мои какие-то там нравятся, не нравятся, это второе дело. Главное, что я держу свое слово. А как он заботился о своей жене? Ну, конечно, я сказал, что сиди дома, какой лес, ты что? Понимаете, она всю жизнь прожила во дворце, всю жизнь вот в этом бархате. А тут пойти в лес, это вместо одежды, царских одежд, это нужно было одеть кору, прикрыть тело корой нужно было. И ходить бастиком по лесу, и спать на земле. Он говорит, не надо. Он говорит, как не надо, я твоя жена. Я же обещал, это же мое слово. Верность тебе. Я пойду с тобой на царский трон, я пойду с тобой в изгнание. Где бы ты ни был, я пойду за тобой. Это великая жертва для нее. И он не хотел ее брать. Ну, потому что он знает, чем все может закончиться в лесу. Там эти ракшисы, людоеды и все остальное. Беспокойств очень много. Ей, мне. Говорит, не надо, говорит, нет, это мое слово. Хорошо, из уважения к ней он взял ее и заботился о ней в лесу. И когда ее украл Рамана, ну, в принципе, можно было бы махнуть рукой. Ну, что для него сделать еще одну ситу? Ну, Бог, в конце концов, так щелкнул рукой, пальцем, и появилась новая сита. Нет же. Тарма. Муж должен заботиться о своей жизни. Что бы ни случилось. И он положил всю свою жизнь на то, чтобы найти ее, вернуть ее. И смотрите, какой интересный конец. Он вернул ее. Она доказала свою чистоту. Она прошла сквозь огонь. Доказала, что она верна ему даже в мыслях. И какой-то человек в царстве засомневался в своем царе. Ну, его как-то жена что-то опоздала. Там электричка задержалась или что-то еще. Она поздно пришла. Он говорит, что я тебе, как рама, что ли? Пущу тебя домой, если ты пришла после девяти. Нет, иди домой. Вообще, куда? С кем-то там шлялась. Иди туда. Я тебе не рам. И просто рама об этом услышал. Что люди в его царстве сомневаются в его этой чистоте. Чистоте его жены. А для царя очень важно. Сейчас, конечно, не очень важно. Но раньше люди любили своих царей как отца. Поэтому его чистота являлась залогом того, что они прогрессировали. Никто не заставлял их, никто не заставлял их следовать за царем. Они сами хотели, видя его чистоту. Понимаете? Поэтому для него чистота – это очень важно. Очень важно. И ради того, чтобы позаботиться о людях, позаботиться о своих людях, чтобы выполнять свои обязанности. Он показал пример. Если есть какое-то сомнение, он отказался от ситы. Вы представляете? Вся рам. Он ради нее это все устроил. Чтобы вернуть ее. Очень сильно ее любит. И тут он отказывается от нее, чтобы позаботиться о своих людях. Чтобы выполнять свои обязанности царя. Это важнее. Дхарма. Все хорошо, кончилось. Все нормально. Вы не переживайте. Но я это к тому рассказываю, что он учит нас тому, как важно следовать дхарме. Потому что это единственный способ, как можно справиться с врагом, который не дает нам жить. Врагом равный вожделению. И это главный урок рамайды. Как победить вожделение, которое держит нас здесь.